Добрый вечер! Здравствуйте! Милые жительницы Челябинска и примкнувшие к ним 8,5 мужчин. Мне кажется, я даже преувеличил. Александр Васильев любит подчеркивать, что его слушательницы в основном женщины. Не исключением стал и этот его приезд в Челябинск. Всемирно известный историк моды, театральный художник и декоратор, коллекционер, автор книг и телеведущий выступал с лекцией «Иконы моды и стиля 20 века». Сам маэстро признается, что современная мода ему чужда, поэтому сегодня все будет в стиле ретро. Прощание с высокой модой было в 60-е годы. Все травмировалось в эпоху хиппи. Как только пришел не секс, сразу все пошло на свалку. Дело в том, что единственное, что может сохранить элегантность, что сохраняло элегантность, это гендерные различия. Мужской стиль и женский стиль. Но так как женщины самостоятельно взяли у мужчин абсолютно все, начиная от пиджака, который они сделали жакетом, брюками, мужской обувью, рубашкой, смокингом, бабочкой, беретом, котелком, короткой стрижкой. Все виды одежды, которые сейчас носят женщины, они кроме платья имеют мужское происхождение. Даже колготки сначала носили мужчины, а только потом раньше. Я, конечно, специалист больше по истории моды. Современная мода – это мой заработок, это то, что людям проще. Вот скажем, я сейчас, когда открывал выставку на Нижегородском вокзале, там очень красивые модели за 100 лет, потрясающие. Я спросил у одной обывательницы с наклеенными ресницами, скажите, вам понравилось? Она сказала, ну не то, чтобы понравилось, сейчас у меня получше наряды. Я посмотрел на ее тщедушный вид. Мне так было жалко эту дамочку. Она ни черта не поняла. Она смотрела только сквозь призму собственного гардероба. Она не оценила дизайн, работу, вышивку, аппликацию, значимость персоны, которая носила. Эти вещи – все прошло мимо нее. Маэстро Васильев, известный своим непростым характером, на этот раз пребывал в хорошем настроении. По этому поводу у него даже есть теория. Мы сегодня полдня провели вместе, мы ходили по антикварным магазинам. Он рассказывал нам много всяких интересных историй в своей жизни. Сказал еще сегодня такую интересную фразу. Мы говорим, Александр, на вас невозможно не смотреть и не улыбаться, потому что вы настолько милый и приятный. И он говорит, нужно одинаковое количество усилий, чтобы быть как противным, так и приятным. Он говорит, вот я решил быть всегда приятным. Вот мне кажется, есть какая-то, да, в этом правда жизни. Александр – известный историк моды, конечно. В первую очередь, это человек, который настолько этой темой проникнул, связан. Он действительно о каждой вещи и о каждой исторической теме очень много знает, потому что он в ней. Ультрамодные идеи во все времена вызывали отторжение у консервативного большинства. И если говорить о сегодняшнем дне, то это противоречие заключается в том, что вышла из моды классическая эстетика и гармония. Сейчас как раз кич и дурной вкус в почете. Сейчас в моде едкие цвета, ярко-розовый, в моде леопард, блестки, стразы. Все то, что мы так долго отрицали, сейчас очень популярно. Сейчас модно носить колготки с босоножками. Сейчас модно носить жуткие кроссовки очень большого размера, которые делают ногу женщины равные 43-44 размеру, так называемые ugly shoes. И я не могу сказать, что это очень все элегантно. Сейчас такой период, мы подходим к следующему десятилетию, начнется меньше, чем через год. И значит, как вы знаете, мода всегда резко меняется, каждые 10 лет. То есть то, что мы видели в этом десятилетии, а именно 2010-е годы, ну, канет в лету и начнутся 2020-е годы, будет совсем другой стиль. Победа мусульманства, платок на голове, хиджаб, широкие вещи, отсутствие женственности, талии, прикладные плечи, своего рода унисекс. Но уже пришло это во многом. Например, бороденка у мужчин, пришедший к нам с Востока. Отсутствие носков – это тоже все признаки мусульманства. Осталось ждать 15 лет до полной исламизации России. 15 лет. Спасибо вам большое. Я передаю всем привет жительницам Челябинска, всем тем, кто меня помнит, любит, ходит на мои выступления. Я всегда с вами. И не забывайте о моей новинке этой книги. Всего вам доброго и до новых встреч у вас на экране. Субтитры создавал DimaTorzok